Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Екатерина Лазарева. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученые Казанского университета проводят исследования и разработки, направленные на обеспечение отечественной экономики дешевой и экологичной нефтью. Отпраздновали масленицу, поели блинов, а также приняли участие в поезде здоровья. В этнографическом музее Казанского университета провели лекцию, посвященную семье и культурным ценностям. В 2020 году на базе Казанского федерального университета был создан научный центр мирового уровня. Почему нефтяным компаниям Татарстана выгодно с ним сотрудничать, расскажем в нашем следующем сюжете. Прямо сейчас ученые Казанского федерального университета занимаются разработками исследований, направленных на обеспечение отечественной экономики дешевой и экологической нефтью. Напомним, что результатом их работы станет к концу 2021 года подготовка полной карты неразработанных участков одного из крупнейших месторождений в России, Ромашкинского, которое расположено на юге-востоке Татарстана. Мы поговорили с проректором по научной деятельности Казанского федерального университета, директором Института геологии и нефтегазовых технологий Танисом Нургалиевым. Он рассказал нам о концепции работы научного центра мирового уровня НСМУ. Мы проводим исследования фундаментальные, кому нравится изучать природу, какие-то явления. Мы проводим исследования поисковые, то есть пытаемся вот эти открытые явления применить для повышения нефтеотдачи, для поиска нефти, заряжения нефти, для удешевления процесса добычи нефти и для добычи высокогазской нефти. И с другой стороны, вместе с компаниями, эти открытые технологии, которые мы установили, мы их применяем уже конкретно для практических целей. Вот все направления тут есть. Есть лабораторные исследования, полевые исследования, геофизические исследования, обработка материалов есть для компьютерщиков, для людей, которые занимаются нейронными сетями. Тут масса проблем. То есть для всех тут возможности открытые. Нефтегазовое направление является одним из приоритетных для Казанского федерального университета. В 2021 году специалисты и студенты Китая будут приезжать в Казань на стажировки для повышения своей квалификации, что наглядно подтверждает репутацию Казанского университета в статусе полноценного центра компетенций в области нефтегазовых технологий. Также КФУ вошел в топ-100 мирового рейтинга QS World University Rankings в нефтегазовом направлении. Научный центр мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты создан на базе консорциума вузов, главным в котором определен Казанский федеральный университет. В рамках центра ученые Казанского университета выполняют десяток проектов, связанных с созданием новых инструментов, исследования залежей нефти, мониторингом их разработки на основе сквозных технологий нейронных сетей и искусственного интеллекта, анализа больших данных. Скажем, на Ромашкинском месторождении более 40 тысяч скважин, данные по которым по необходимым параметрам может обработать оперативно только искусственный интеллект, построенный на нейронных сетях. Можно выделить три направления развития НЦМУ. Первое – исследование бассейнов нефтегазонакопления, разработка технологий прогнозирования запасов углеводородов на малоизученных территориях, создание резервов извлекаемых запасов жидких углеводородов. Второе – исследование состояния и эволюции крупных и гигантских нефтегазовых месторождений на поздней стадии, создание и реализация новой парадигмы их рациональной разработки. Третье – разработка эффективных технологий добычи запасов сложной структуры, сверхвязкая нефть, нефть карбонатных коллекторов, нефть плотных и нефтематеринских пород. Общая сумма финансирования научного центра мирового уровня составляет более 3 миллиардов рублей. Доля Казанского университета – более 1,8 миллиарда рублей. Илья Андреев, Виолетта Басова, Универньюс. За окном приветливо светит мартовское солнце. А это значит, что пора проводить масленицы зимней морозы. Кто и с чем ел блины, узнаем в следующем сюжете. В этом году правком Казанского университета организовал праздник для студентов, сотрудников и их семей за городом на территории обсерватории. Масленица не обошлась без частушек и блинного конкурса, а среди отдыхающих разыгрывались необходимые в хозяйстве термосы, сковородки и сладкие призы. Пока на праздники наслаждались блинами, любители зимних видов спорта натирали лыжи снегом. При поддержке департамента по молодежной политике студенты организовали сообщество по интересам и вместе приобщаются к активному образу жизни. Мероприятие «Поезд здоровья» — это оздоровительный выезд, который мы проводим ежегодно. На сегодняшнем мероприятии зарегистрировалось 43 человека, и мы в полном составе сюда приехали. Среди нас есть также иностранные студенты, которые осваивают активно русскую культуру в том числе. И вот мы сегодня наблюдали замечательную картину, когда первый раз человек на лыжах, но тем не менее он очень хорошо катается и старается адаптивно это делать не хуже, чем другие. Принять участие в «Поезде здоровья» могут все желающие. Информация о предстоящих мероприятиях доступна на сайте и в социальных сетях Института философских наук и массовых коммуникаций, а также распространяется через старост академических групп. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. Учащиеся 10-го класса IT-лицея Казанского федерального университета Артур Лукьянов и Александр Ефремов победили в финале Всероссийской олимпиады национально-технологической инициативы в направлении информационной безопасности. Они стали лучшими в личном и командном зачетах. Семья и культурные традиции. Об этом говорят все, но немногие владеют фактами. В этнографическом музее Казанского университета провели лекцию, посвященную этому вопросу. Смотрим. Институт международных отношений возобновляет работу открытого лектория Open History. В этом году его программа будет посвящена Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. За пять лет лекторий завел поклонников и заработал репутацию перспективного проекта. Его двери всегда открыты для широкой публики, учащихся старших классов, студентов и жителей Казани. Я убежден, что кроме учебного процесса, научной деятельности, мы должны активно проводить просветительскую деятельность. Нам поступило очень много предложений и писем с просьбой возобновить эту лекторию. Повестка первой лекции была выбрана не случайно. Актуальное для современного общества обращение к теме социальных ролей в традиционной семье позволяет проследить, как изменялось распределение прав и обязанностей. Разрушить некоторые популярные заблуждения решила кандидат исторических наук Елена Гущина. Семья всегда была объектом исследований этнологов. И этнологи Казанского университета одни из первых обратились к каким-то гендерным особенностям семьи. Часто у нас представляют так стереотипно, что семья в традиционном обществе, где муж бьет жену, жена не имеет никаких прав. Но это совсем не так. На инстаграм страницы этнографического музея свыше 2700 подписчиков. Люди активно следят за публикуемыми исследованиями и анонсами мероприятий. Директор музея объясняет интерес к его деятельности современным подходом. Музей это не такое какое-то закрытое пространство. Это пространство коммуникации, где человек может прийти, узнать что-то новое, действительно подлинное, адекватное, некий такой первоисточник. Здесь проходят занятия у студентов. И человек, который приходит просто со стороны, влюбляется и в музей, и в университет, и в ту атмосферу науки и творчества, которая здесь царит. С информацией о предстоящих мероприятиях можно ознакомиться на страницах музея и Института международных отношений. Ариадна Кугушева, Ленарда Влитяров, Универньюз. В музее Лобачевского прошел мастер-класс по живописи, посвященный красоте родного края. Смотрим. Мастер-класс по живописи. Я учу ребятам композиции, живописи, рисунку. Есть архитекторы, есть дизайнеры, есть профессионалы, которые уже учат тому, что они умеют. На мастер-класс пришли ученики третьей художественной школы, а также студенты и преподаватели. Основной акцент здесь ставится на живописи. Мастер-класс приурочен к 15-летию кафедры дизайна и национальных искусств при Казанском университете. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!